Всем привет! С вами Мисс Апаш и сегодня я покажу, как быстро убить терзача при прохождении котла-близнецы. Итак, для битвы я хотела дать несколько советов. Как всегда, это подготовка. Нужно приготовить необходимые боеприпасы и выставить нужное оружие до того, как вы зайдете в самый большой зал, где появится терзач. Если необходимо, можно приготовить еду и зелье для восстановления здоровья и выносливости. Во-вторых, чтобы не дать возможности терзачу совершить атаку, оптимально использовать лук с электрическими стрелами для обездвиживания машины. Это очень даже возможно, несмотря на отсутствие у машины уязвимости к электричеству. В моем случае это тень искателя смерти, усиленной спиралями электричества. При этом не хватит тройного залпа и одной стрелы для того, чтобы парализовать машину. В-третьих, использование мощного оружия с усилением подходящими спиралями. В данном случае подойдут спирали на урон парализованным целям, так как сначала я собираюсь использовать электрические стрелы. Я, например, использовала лук-удар кузнеца. Но возможен и другой вариант высокоточного лука. Хотя мой, конечно, самый мощный. В-четвертых, прицеливание в выязвимые места. Терзач – одна из самых сильных боевых машин 45-го уровня с уязвимостью к холоду и воде. Но это я не буду использовать в данном прохождении. Конечно же, у Терзача есть много уязвимых мест. В первую очередь, мешки с железоедом с обеих сторон, что может вызвать стихийный взрыв. Это очень хороший вариант. Хотя может не выйти с учетом позиции машины. Но даже без этого мне хватит двух стабилизированных выстрелов, чтобы убить машину. И, наконец, использование постоянных навыков и прилива отваги. Особенно, если у вас недостаточно хорошее оружие. Например, прилив отваги Мастер Стрельбы. Этот прилив отваги работает при использовании постоянных навыков или техник владения оружием. Например, с использованием навыка Стабилизированный выстрел. У меня третий уровень прилива, что дает плюс 60% дальнобойным оружием, плюс 40% от техники владения оружием. То есть, это плюс 100%, не считая дополнительный урон от спиралей. Итак, начинаем. Я прячусь за камнем и дожидаюсь появления терзача. Сканирую его. И использую электрические стрелы. Он парализован. И в этот момент я использую прилив отваги Мастер Стрельбы. В ход идет Лукудар Кузнеца. Я делаю стабилизированный выстрел. И вы видите, полжизни снесено. Но, чтобы он не успел меня атаковать, я снова использую электрические стрелы. Он подзаряжен и покрыт плазмой. И еще один стабилизированный выстрел. Дело сделано. Вот и все. Ты справилась. Перехвати управление еще одним узлом. Ладно, ждите. Отправляю Гефеста к вам. Таким образом, по сути, мне хватило двух стабилизированных выстрелов, чтобы убить терзача. На этом все. Смотрите полное прохождение Котла Близнецы в моем следующем видео. Ссылка на плейлист с боями с боссами в описании. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением!